Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о том, что в Microsoft Store все цены игр теперь отображаются в долларах. Многих эта новость невероятно смутила, многие запаниковали, а некоторые сразу же побежали продавать свой Xbox One на Авито. Но так ли всё плохо на самом деле? На мой взгляд нет, ничего прям катастрофически плохого не произошло. Microsoft не убрала возможность покупать игры в цифре, она всего лишь подкорректировала цены, подводя их под единый регион. Минус в этом стоит в том, что мы не знаем теперь сколько спишут с нас денег, так как каждый банк делает высчет на основе своего курса и у каждого банка он свой. Минус кроется еще в том, что в связи с переходом на региональные цены у нас не будет какой-то фиксированной цены. Да, цена на игру будет всегда одной, но вот количество денег будет списываться всегда разное, так как это курс. Плохо то, что в некоторых случаях инди-проекты и дополнения теперь будут стоить намного дороже. На этом минусы, впрочем, заканчиваются. А где же плюсы? Плюсы и положительные стороны кроются в самих минусах. Нефиксированные цены и зависимость от курса иногда дает нам право сэкономить. К примеру, если посчитать сколько будет стоить новая игра, то выходит около 3900 вместо 4000. Также во многих случаях плюс кроется в том, что скидки теперь будут еще больше. К примеру, Assassin's Creed истоки стоил со скидкой 15 баксов, а это если переводить на русские рубли около 1000 рублей. А так, все осталось на своих местах. Чтобы купить игру, вам дополнительного делать ничего не нужно. С вас все еще будут списывать рубли. Главное заранее знать, сколько с вас спишут. Ну а для этого нужно звонить в ваш банк. Или же просто нажимать на кнопку купить, на пофиг. А вообще, если не нравятся такие цены, не нравится учитывать курс, то все еще существует возможность покупать игры у партнеров, у которых вы спокойно можете брать игры по фиксированной цене и не париться за курс. И да, насчет того, что майки переведут все цены в доллары, это далеко не сюрприз и все те, кто активно следят за игровыми новостями, давно об этом знали. По-моему, новость ходила с октября прошлого года. Поэтому удивляться тут нечему, было лишь дело времени. Лично мне все еще удобнее покупать именно цифровые копии. Так как у меня два хуана и при помощи цифровых копий я смогу запускать одновременно одну купленную игру на двух консолях. Да, поэтому я и дальше буду покупать игры в цифре, но только уже обдумание и высчитывать при этом цену. Ну и напоследок хочу сказать одно, не паникуйте раньше времени. Не все так страшно, как вам кажется и надеемся на то, что курс будет только уменьшаться, тем самым уменьшая нам цены на игры. Вряд ли, конечно, но надежда умирает последней. На сегодня у меня все, если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, а также не забывай писать свое мнение по поводу этих новостей. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!